Добрый день! Сегодня я хочу поделиться с вами очень интересными фактами о пирамидах в долине Гизы. Эти мои размышлизмы основаны на исследованиях нескольких ученых, принадлежащих к защитникам разных теорий. Я постарался объединить все общее, а различные точки зрения высказывал, стараясь не обострять противоречий. Несмотря на то, что когда именно были возведены пирамиды Гиза, неизвестно до сих пор, принято считать, что возводили их во времена Древнего Царства, это 24-23 век до н.э., в эпоху правления представителей 4-5 династий. Учитывая возраст этих сооружений, египтологов не может не удивлять тот факт, как древние люди могли соорудить сооружения подобного типа с такой математической и геометрической точностью. Многие ученые бьются над этой разгадкой. Тайны пирамид до сих пор не разгаданы. Многих удивляет треугольная форма гробниц. Несмотря на то, что до конца непонятно, почему древние египтяне остановились именно на этой конструкции. Предположения, конечно, есть. Например, по одной версии, таким образом они пытались воспроизвести форму гор, на которых жили боги. По другой, пирамиды воспринимались ими как лестницы, по которым дух правителя сможет подняться до небес. Что же касается самих известных египетских гробниц, то если внимательно посмотреть на карту, на которой они расположены, то можно заметить, что три основных пирамиды Гизы находятся внутри прямоугольника, который образуется, когда центры двух одинаковых кругов расположены на окружностях друг друга. Исследователи заметили, что пирамиды Хеопса, Хефрена и Мекерина расположены на линии, которые четко соответствуют спирали Фибоначчи. Охраняет пирамиды Гизы огромный сфинкс, который находится с восточной стороны пирамиды Хефрена. На данный момент эта скульптура полульва-получеловека, высота которой составляет 20 метров, считается самым старым монументом человечества. При этом интересно, что высечена статуя была из известковой скалы. В отличие от пирамид, за которыми египтяне ухаживали, сфинксу внимания уделялось намного меньше. Поэтому его периодически заносило песком до такой степени, что он на многие столетия исчезал с лица земли, пока к власти не приходил правитель, который спохватывался и приказывал монумент откопать. Пирамиды были крайне тяжелые, так что сфинкса от песка долгое время удавалось освободить лишь частично. И полностью он был откопан лишь в 20-х годах прошлого века. Пирамиды стоят на земле так давно, что пора бы уже разобраться во всех загадках, не правда ли? Однако, вот и ныне там. Вот предлагаю вашему вниманию самые интересные факты о пирамидах, которые удалось разыскать. Тремя самыми известными египетскими пирамидами являются те, что находятся в некрополе Гизы. Но на самом деле, в области Древнего Египта было обнаружено приблизительно 140 пирамид. Самой древней египетской пирамидой считается пирамида Джусера, которая была построена в некрополе Саккары в 27 веке до н.э. В то время как пирамида Джусера считается самой древней, пирамида Хеопса является самой крупной. Изначальная высота пирамиды составляла 146,5 метров, а теперешняя высота равна 138,8 метра. До тех пор, пока в Англии не был построен Линкольнский собор Девы Марии в 1311 году, Великая пирамида Гизы удерживала титул самого высокого строения в мире, созданного руками человека. Она удерживала рекорд как минимум 3000 лет. Великая пирамида Гизы является самым древним из семи чудес Древнего мира и последним из существующих на данный момент. Подсчеты количества рабочих, вовлеченных в постройку пирамид, сильно разнятся. Тем не менее, вполне вероятно, что их возводило как минимум 100 тысяч человек. Пирамиды Гизы охраняются Большим Сфинксом, самой крупной монолитной скульптурой в мире. Считается, что лицу Сфинкса было придано сходство с лицом фараона Хефрена. Все египетские пирамиды были построены на западном берегу реки Нил, которая является местом захода солнца и связывалась с царством мертвых в египетской мифологии. Древние египтяне хоронили своих знатных граждан в пирамидах с погребальными дарами, которые варьировали от предметов домашнего обихода до самых дорогих вещей, таких как ювелирные изделия. Они верили, что мертвые будут использовать их в загробной жизни. Самым первым известным архитектором пирамид был Имхотеп – древнеегипетский эрудит, инженер и врач. Он считался автором первой крупной пирамиды – пирамиды Джосера. В то время как эксперты обычно сходятся в гипотезе о том, что пирамиды были построены из огромных камней, вырезанных медными долотами в каменоломнях, методы, использованные для их перемещения и складывания, до сих пор остаются предметами жарких споров и предположений. Еще одним относительно очевидным является тот факт, что методы, использовавшиеся для постройки пирамид, развивались с течением времени. Пирамиды более позднего периода построены не так, как самые ранние пирамиды. После окончания периода строительства пирамид в Древнем Египте началась вспышка строительства пирамид на территории современного Судана. В XII веке была предпринята попытка уничтожить пирамиды Гизы. Аль-Азиз, курдский правитель и второй султан династии Айюбидов, попытался снести их, но ему пришлось сдаться, так как эта задача была слишком широкомасштабной. Тем не менее, ему удалось повредить пирамиду Микерина, где из-за его попыток вертикально изъяющая яма осталась в ее северном склоне. Три пирамиды Гизы точно выровнены в соответствии с созвездием Ориона, что вполне могло быть задумкой строителей, так как звезды Ориона ассоциировались с Осирисом, богом возрождения из огромного мира в древнеегипетской мифологии. Но вот только весь вопрос в том, что так сориентировать их на основные три звезды пояса Ориона, даже с современными технологиями и современным оборудованием, и то, наверное, практически невозможно. А вот египтяне умудрились. Согласно подсчетам, Великая пирамида Гизы состоит из 2 миллионов 300 тысяч каменных блоков, которые весят от 2 до 30 тонн, а некоторые из них даже достигают веса более чем 50 тонн. Ну и как их перемещали, мне интересно. Спорить можно сколько угодно, от этого такие глыбы перемещаться сами не начнут. Изначально пирамиды были покрыты облицовочными камнями из хорошо отполированного белого известняка. Эти камни отражали свет солнца и заставляли пирамиды сиять, как драгоценные камни. Но это имеется в виду две самых больших пирамиды. Были покрыты облицовочными камнями белого цвета. Малая пирамида была покрыта, если мне не изменяет память, гранитом. Ну, дойдем до этого. Когда облицовочные камни покрывали пирамиды, их можно было увидеть с гор в Израиле и, может, даже с Луны. Несмотря на дикую жару, стоящую вокруг пирамид, температура в самих пирамидах на самом деле остается относительно постоянной и держится в районе 20 градусов Цельсия. Довольно сложно подсчитать точно, однако вес пирамиды Хеопса вполне может составлять приблизительно 6 миллионов тонн. Пирамида Хеопса была построена лицевой стороной на север. На самом деле, она является самым тщательно выровненным на север строением в мире. Несмотря на то, что она была построена тысячелетия назад, пирамида до сих пор стоит лицевой стороной на север, всего лишь с незначительной погрешностью. Тем не менее, погрешность произошла, потому что Северный полюс постепенно смещается. А это означает, что когда-то пирамида была направлена на север настолько точно, что рост остается за гранью понимания. В среднем на строительство каждой пирамиды уходило по 200 лет. Это означает, что зачастую строилось сразу несколько, а не одна пирамида. Одной из причин того, почему пирамиды сохранились настолько хорошо, является использованный в них уникальный цементный раствор. Он более крепкий, чем настоящий камень. Но мы до сих пор не знаем, как они его готовили. Три главные пирамиды Египта в Гизе стоят в тесной близости друг к другу. И вот как раз Роберту Бивиллу было любопытно, почему в их расположении отсутствует симметрия или геометрия. Он знал, что должна существовать какая-то причина, почему они ориентированы так, как сейчас это видно с высоты. Наконец, на него снизошло вдохновение. И оно снизошло на него, когда он посмотрел на созвездие Ориона, которое имеет три главных звезды, образующие посередине нечто вроде пояса. Он осознал, что пирамиды Гизы расположены точно таким же образом, как и пояс Ориона. Бивилл быстро это доказал, наложив карту пирамид на звездную карту пояс Ориона. И вот здесь каждая пирамида находилась не только в надлежащем месте, но и даже относительные размеры и цвета пирамид были прямо пропорциональны размерам и цветам звезд пояс Ориона. Пирамиды Хеопса и Хефлена изначально были покрыты белым известняком и имели приблизительно те же размеры, что и две главные звезды пояс Ориона. В то время, как пирамида Минкора значительно меньше и изначально была покрыта красным гранитом, как и более тусклая и красноватая третья звезда. Вот в статье Пахомова «Тайна пирамид», развивающей идеи Бьювилла и Джилберта, автор обращает внимание читателей на группы малых пирамид, расположенных на границах комплекса по три в ряд и изображающих архитектурные пунктиры, хорошо известные всем по школе прерывистые линии. Так вот, по версии автора статьи, это не что иное, как линии небесного экватора и небесного меридиана на земном изображении пояса созвездия Ориона, которым и является комплекс Гизы. А сам комплекс является часами, показывающими время около 2380 года в относительно недалеком будущем. Первоначальное предположение автора о звезде 51 Ориона, как об адресе строителей пирамид Гизы, вряд ли стало бы где-нибудь обсуждаться, если бы не попалась на глаза детальная фотокарта Марса, потрясающее сходство в расположении трех марсианских вулканов с поясом созвездия Орион вблизи 4843 года. Можно было бы назвать совпадением, но если посмотреть на план Гизы и карту созвездия Орион, становится ясно, что крупнейший вулкан Солнечной системы, высота которого составляет 26 километров Олимпус Мон, по своему относительному расположению довольно точно совпадает с расположением звезды 51 Ориона, расхождение в пределах точности мыши и с поправкой на проекцию. Относительные размеры кратеров трех вулканов вполне соответствуют яркости трех звезд пояс Ориона, соответственно Альнитак, Альнелам и Ментака. Размерка кратера Олимпус Мон значительно меньше, как и яркость звезды 51 Ориона. На приводимом внизу слева фрагменте фотокарты линии экватора проходят почти по кратеру Павонис Мон. Угол между экватором и линией проходящей через три вулкана близок к 45 градусам, как у пирамид Гизы. Вид созвездия Орион с поверхностью Марса автор с точностью описать не может, но рискнул предположить, что эта группа вулканов тоже часы, дублирующие часы Гизы, и наверняка имеющие тот же смысл и ту же зафиксированную дату около 4843 года. Попутно подтверждается значение и смысл Гизы и подчеркивается связь комплекса со звездой 51 Ориона. Картинка выше справа увеличено изображение Олимпус Мон. Автор убежден, что столько таких совпадений не бывает и просто вынужден выдвинуть гипотезу об искусственном происхождении марсианских вулканов. Кроме этих четырех больших вулканов на Марсе есть только еще один большой Элизиум Мон. Но он расположен на значительном удалении и видимо отношения к этой группе не имеет. Как видите я в своем обзоре наверное задал больше вопросов чем вы получили ответов. Но на нашей матушке земле еще столько белых пятен что на мой взгляд они просто перекрывают друг друга и в несколько слоев укутывают нашу планету. Все таки если мой обзор показался кому-то интересным ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее и обещаю. До свидания. Мир вашему дому. До встречи.